Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Евгения Фахурдинова. О том, какие события этой недели запомнились русскому миру, узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Масленицу отметили во всем мире. Специальный репортаж из Австралии и Болгарии. В Москве наградили участников проекта «Один день моей страны». 150 лет Ленину, новые образы и современное прочтение. А теперь более подробно об этих и других новостях. Преподаватели из Магнитогорска получили денежные премии. В рамках проекта «Учитель сердца школы» бывшие ученики оценивали профессионализм любимых преподавателей. Победителями голосования стали те учителя, которые внесли особенный вклад в становление и развитие школьников. Рассказать о педагогах, которые стали поддержкой на школьном пути и помогли выбрать будущую профессию, так звучит главная цель премии «Учитель сердца школы». Организатор независимой акции Игорь Рыбаков, президент одноименного фонда поддержки образования и семьи. Сам Игорь называет себя одним из благодарных выпускников Магнитогорской школы номер 56. В декабре 2020 года он создал целевой капитал, который теперь находится в распоряжении учебного заведения. Пожалуйста, приезжайте, очно поддерживайте учителей сердца школы, обнимите своих родных, близких, те люди, которые, возможно, открыли вам дверь, путевку в жизнь. Приезжайте. У нас ежегодная, подчеркиваю, эта церемония, поэтому, ребят, все только начинается. По правилам проекта выбрать лучших преподавателей могли только выпускники школы. Это все те ученики, которые получили аттестат о среднем или об основном общем образовании. Отдать свой голос можно было за любого учителя, который проработал не меньше одного года в школе номер 56. Победу на голосовании одержала учительница химии с 34-летним стажем Бадуля Тамара Степановна, учительница русского языка и литературы с 20-летним стажем Иванова Юлия Борисовна, а также преподаватель математики Алфимова Юлия Александровна. Это очень классный способ взаимодействия между учениками, педагогами и выпускниками. Одним из первых мероприятий, которое прошло, собственно, благодаря созданному эндаументу, это премия «Учитель сердца школы», где три педагога, набравших максимальное количество голосов выпускников, получили премии в размере 560 тысяч рублей. Премия «Учитель сердца школы» станет ежегодной традицией. В этом году проект был реализован в Магнитогорске впервые, но уже успел доказать свою востребованность и актуальность. Ленин-Чебурашка, Ленин-Микки Маус или Ленин-Фантомас – современные образы, вождя революции, неожиданные решения и эксперименты. Музей Арт-4 открыл новую выставку, которая уже наделала много шума в социальных сетях. Экспонаты оценила моя коллега Полина Прокопенко. Как на стыке новых эпох менялась фигура Владимира Ленина? Во что трансформировался культ исторической личности? Ответы на эти вопросы можно найти в работах из частной коллекции Игоря Суханова. Арт-пространство раскроет тайны биографии героя, покажет советскую мифологию и новое прочтение. Хочу отметить, что это именно выставка, посвященная не фигуре вождя и даже не человеку Владимиру Ульянову, а именно «Столетние лениняне», то есть истории развития образов, выдающегося гениального политика, общественного деятеля политического. Каждый из разделов выставки – новая самобытная история. Например, первый зал расскажет о взаимодействии социального и художественного модернизма в советское время. Здесь Ленин предстает ярким авторитетом и идеологом. Его образ – традиционный, понятный общественности. Следующий зал – это эпоха советской мифологии и конспирологии. Здесь общество по-своему интерпретирует биографию Ленина, а кто-то и вовсе верит в то, что вождь революции на самом деле бессмертен. Такое комичное, отчасти абсурдное очередование образов – это собирательное представление об отечественной истории. Образ Ленина проникал в быт человека не благодаря какому-то идеологическому прессингу, а просто потому, что он действительно был любим с одной стороны, с другой стороны, потому, что он был везде. Образ Ленина еще и маркировал любую вещь, как советскую, одобренную, любое пространство так же. В этом пространстве разделяют те ценности, которые важны для советских людей. То есть это хорошее такое пространство. В создании многих предметов экспозиции участвовали современные художники. Так в залах можно будет увидеть работы из собрания петербургского арт-пространства «ДК Громов». Это материалы Энди Ворхола, Андрея Хлобыстина, Павла Попперштейна и других. Посетить выставку в музее «Арт-4» в Москве можно до 10 апреля. Юные исследователи и специалисты стали лауреатами конкурса «Один день моей страны». На протяжении года участники проекта готовили специальные репортажи о научных новинках, а также рассказывали о собственных проектах. Церемония награждения лучших участников прошла в стенах Государственной Думы. Более 400 молодых любителей науки и техники соревновались в конкурсном мегапроекте «Один день моей страны». Ребята рассказывали о своих достижениях, записывали творческие фото и видеосюжеты. Каждый из участников хотел доказать, что современная наука может быть интересна и понятна каждому. Работы отправляли школьники и студенты в возрасте от 13 до 23 лет. Участие в образовательном проекте помогло им не только заявить о себе, но также развить свои таланты и реализовать давние научные идеи. Сегодня фактически благодаря вам происходит то чудо, которое мы можем наблюдать. То, что сегодня наша наука, наша отраслевая наука плавно внедряется в ваш образовательный процесс. И вы очень активно подхватили все идеи. Награждение лауреатов проходило в здании Государственной Думы в Москве. На торжественном мероприятии присутствовал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он не только поздравил участников, но также подарил всем гостям мероприятие тематические сувениры на удачу, настоящие природные минералы. Международный конкурсный мегапроект «Один день моей страны» был создан благодаря содействию Академии горных наук и ведущим вузам России, в том числе с участием института МИСИС. В этом году весь мир отмечает 60-летний юбилей с момента первого полета человека в космос. Наша редакция совместно с телестудией Роскосмоса рассказывает о самых интересных новостях астронавтики. В этот раз вы узнаете о совместных космических планах России и Китая. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и руководитель китайской национальной космической администрации Чжань Кэнцзэнь в формате видеоконференции подписали от имени правительства России и Китая меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции или МНЛС. Станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности или на орбите Луны, предназначенный для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ с перспективой длительной беспилотной эксплуатации и присутствием человека на Луне. Россия и Китай традиционно стремятся к развитию сотрудничества в космонавтике и науке. Уже подписаны и успешно реализуются соглашения о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-ресурс-1» и китайской миссией исследования полярной области Луны Чань Е-7. Настоящие масленичные гуляния прошли не только по всей России, но и за рубежом. С размахом встретили главный весенний праздник в русском центре в Болгарии и даже в Австралии. Гости отметили масленицу и вспомнили известные народные обычаи. Масленица или провода зимы. По давней традиции этот праздник мы ежегодно встречаем в марте. Всю масленичную неделю принято печь блины, навещать родственников и друзей, а в последний день недели, в воскресенье, устраивать праздничное гуляние, встречая весну. Красочный фестиваль масленицы прошел и в стенах первого русского музея в Австралии. На праздничном концерте встретились соотечественники, а также все те, кто интересуется русской национальной культурой. Мы с радостью приветствуем вас на нашей широкой масленице, организованной первым русским музеем и кабинетом русского мира. Пусть этот праздник запомнится нам всем веселим и шутками, вынесет радость и хорошее настроение. Гости фестиваля приняли участие в народных забавах, вспоминали масленичные обучаи, а также танцевали в национальных костюмах и пели песни. Необычную и веселую программу для юных гостей подготовили сотрудники русского центра региональной библиотеки имени Захария Княжеского в Болгарии. Дети не только узнали об истории этого праздника, но также побывали на кукольном представлении, приняли участие в увлекательных конкурсах, а в конце праздника традиционно устроили проводы зимы и сожгли соломенное чучело-масленица. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского возрубежья, будем рады вашим репортажем с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости rmsobaka.ru. До новых встреч и до свидания!